Гелиус и Тиферет – две компании, которые организовала подсудимая Юлия Жильцова. Финансовые пирамиды обещали самарцам золотые горы, а в итоге оставили у разбитого корыта. По материалам обвинительного заключения, фирмы, организованные Юлией Жильцовой, давали рекламу о том, что принимают деньги у граждан под высокий процент. Иногда ставка доходила до 75%. В эти фирмы обращались самые разные люди – от студентов до пенсионеров. Наша телекомпания посещала компанию Гелиус, еще когда та работала и принимала деньги от людей. Сотрудники, которых сначала ввели в заблуждение о честной финансовой схеме, со временем обман раскусили и предупредили – их пирамида – вещь ненадежная. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше. Как потом выяснилось, это были последние часы работы Гелиуса. Через три дня в офисе прошли обыски. Учредителя фирмы Юлия Жильцова задержали и поместили в изолятор. Видео, снятое нашими корреспондентами, тогда было передано следователям. Данная организация, как полагает следствие, изначально была создана для хищения денежных средств путем мошенничества. Так как привлекая взаимы от населения, денежные средства не вкладывались ни в какие программы. Андрей Ворожбенский увидел объявление о финансовой кампании в газете. Таких там сотни. Отдал компании «Гелиус» почти 100 тысяч рублей. Ожидал прибыль через три месяца. Надеялся, что за это время ничего с вложенными деньгами не случится. Я пришел, чтобы захотел снять досрочно. Мне в вертикали сказали, что в офисе этого больше не существует. Обращайтесь в полицию, в прокуратуру. Жертвами фальшивой финансовой пирамиды стали 125 человек. Сумма ущерба – 35 миллионов рублей. Юлия Жильцова обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Незаконное образование юридического лица и мошенничество. Жильцова вину в совершении указанного преступления не признала. Уголовное законное предусматривает наказание под данной статьей до 10 лет лишения свободы. По делу о мошенничестве продолжается исследование доказательств. Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Юлия Жильцова сейчас находится под подпиской о невыезде. Свои действия на допросе объясняет просто – так получилось. Мы следим за развитием темы. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.